Российский космический аппарат «Экспресса М-8» уже на Байконуре. Самолет со спутником приземлился в аэропорту «Юбилейный». Аппарат сразу отправили в монтажно-испытательный корпус площадки 92А50. Здесь «Восьмой экспресс» ждут предполетные испытания. Два «Экспресса» — АМ-7 и АМ-8 — ожидаемое пополнение российской спутниковой группировки. «Седьмой экспресс» отправится на орбиту уже через две недели. «Восьмой» — в начале апреля. Оба спутника стартуют на ракете «Протон». Анна Самойленко, Дмитрий Ахметов, Сергей Пересыпкин. Космический центр «Южный», Байконур. Ряд объектов космической инфраструктуры Крыма будут подчинены Роскосмосу и Министерству обороны России. Например, центр дальней космической радиосвязи под Евпаторией. Он был построен более полувека назад для управления космическими аппаратами, исследованию Марса, Венеры и Луны. С помощью Евпаторийского зеркала ученые еще 40 лет назад пытались найти неземной разум, посылая в дальний космос зашифрованный сигнал. Вторая попытка найти братьев по разуму предпринята в начале 21 века. Сигнал с антенны РТ-70 отправлялся в созвездия Рака, Кассиопея, Андромеды, Большой Медведицы и Ориона. СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ Второй пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара» с полезной нагрузкой реальным космическим аппаратом намечен на будущий год. Марсоход «Аппатюнити» заснял заход Солнца на Красной планете. Можно увидеть, насколько меньше по размерам выглядит наше светило в сравнении с земными наблюдениями. Томские ученые совместно с РГК «Энергия» разработали металлокерамическое покрытие для защиты иллюминаторов космических кораблей. Спецстекло с наноструктурными слоями может рассеять энергию удара твердых частиц по всей поверхности стекла и избежать возникновения микротрещин. 12 марта намечено возвращение на землю экипажа Международной космической станции из полугодовой экспедиции. На землю вернутся Елена Серова, Барри Уилмор и Александр Самокутяев, который уже на следующий день, 13 марта, отметит свое 45-летие. На борту МКС продолжат работу Антон Шкаплеров, Терри Верст и Саманты Кристофоретти. В таком составе экипаж МКС будет до конца месяца, пока к ним 30 марта не присоединятся Геннадий Падалко, Михаил Корниенко и Скотт Келли. Комета Лав Джоя покидает внутреннюю часть Солнечной системы. Ее ионный хвост изгибается под воздействием солнечного ветра. Комета смогла пережить сближение с Солнцем, пройдя от него на расстоянии 190 тысяч километров. На фотографии с мультиэкспозиции — канадский Квебек и тройное соединение на небосводе — Луны, Венеры и Марса. Редкое линзовидное облако, похожее на космический корабль, снято перед закатом на португальском острове Мадейра. Футуристический вид в нижней части снимка дополняет растущий серп Луны и планета Венера. На фотографии, сделанной аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, смерч на Марсе. Полевая буря достигала высоты 20 километров над поверхностью Красной планеты. Первое, что сделал Нил Армстронг, прелунившись, открыв люк лунного модуля, выбросил на поверхность нашего естественного спутника мешок с мусором. Таким образом, первым действием человека на Луне стало загрязнение окружающей среды. Вернувшись на корабль, астронавты заметили — лунная пыль пахнет порохом, а знаменитый флаг США, установленный на поверхности, был вздут реактивной струей корабля при старте с Луны. Это астронавты увидели бы иллюминатор. 4 марта 50 лет летчику-космонавту-герою России Юрию Лунчакову. Бывший летчик морской авиации в «Звездном отряде» с 1997 года. Свой первый полет в космос Юрий Лунчаков совершил в апреле 2001-го в экипаже «Шаттл Эндевр». Первый полет у меня был на «Шаттле» с американцами, с канадцем и с итальянцем. Такой международный хороший космический полет был. И вот, когда мы вывелись на орбиту, и я ощутил, что повис на ремнях, и командир Кэнд Роминджер, нас было двое, Джон Филлипс и я, которые были новички, как говорят у космонавтов, в первый раз мы летели в космос работать. И он нас поздравил, говорит, я поздравляю Юрия и Джона с первым полетом, с состоянием невесомости. В следующем, в 2002-м, бортинженер экспедиции МКС-4 Лунчаков отправился на станцию уже на российском корабле «Союз ТМА-1». Мы входим в СМ, это основной модуль вообще не только российского сегмента, а станции. В свой третий полет Юрий Лунчаков полетел осенью 2008 года командиром корабля «Союз ТМА-13». На борту в порядок, старту готовы. В общей сложности российский космонавт пробыл вне Земли более 200 суток и совершил два выхода в открытый космос. В настоящее время доктор технических наук Юрий Валентинович Лунчаков, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. В условиях невесомости работать не так, как на Земле, в условиях гравитации. Но все же приспосабливаешься, работаешь, и ощущение совершенно здоровское, как можно сказать так. Накануне юбилея первого отряда космонавтов в звездном городке на стене дома, где жил Юрий Гагарин, открыли барельеф к первому космонавту планеты. Он проложил путь для всех космонавтов и астронавтов. Я думаю, что это очень важно для нас, чтобы помнить нашу историю. И Юрий Алексеевич был одним из самых важных людей в нашей истории. На церемонии открытия были космонавты легендарного звездного отряда ВВС номер один и вдова Юрия Гагарина Валентина Ивановна. С того момента прошло много-много-много лет. 7 марта будет ровно 55. И важно, чтобы эта дата оставалась навсегда в памяти людей. А самая хорошая память – это память сердца. И пусть те традиции, все то самое лучшее, что было сделано Юрием Гагарином, для человечества останется навсегда. Они собрались вместе в начале марта 1960-го. 20 лучших летчиков страны. Первый звездный отряд так и назвали – ВВС номер один. Их имена стали известны всему миру. Сегодня в подмосковном звездном городке проходят подготовку молодые космонавты. Их старты еще впереди. Каким испытанием готовят сегодня космонавтов 21 века? Как изменились критерии отбора тех, кто решил связать свою жизнь с космосом? Смотрите в репортаже Натальи Бурцевой в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова